В 1871 году русская армия нанесла французам окончательное поражение во франко-прусской войне и вошла в их столицу – Париж. За праздничным парадом победителей наблюдала озлобленная толпа французов. Среди них был и юный Анри Филипп Петен. Он родился в 1856, поэтому не смог записаться в армию из-за возраста. После войны родители заставили его изучать философию, однако вскоре Петен бросил ее ради военной карьеры. На это решение повлияли не только итоги франко-прусской войны, но и рассказы брата его дедушки о приключениях на службе у Наполеона. Петен поступил на службу в 1876, и так как большая ее часть шла в мирное время, он рос в звании довольно медленно. Чтобы стать полковником, ему потребовалось отслужить 35 лет. Все дело в том, что во Франции в мирное время быстрое продвижение по службе получали только по блату. Петен преподавал пехотную тактику в военной академии. Он критиковал традиционную французскую доктрину тотального наступления и разработал свою собственную. Его доктрина превосходства огневой мощи основывалась на комплексном взаимодействии пехоты и артиллерии. В 1914 году началась Первая мировая, и Петен вступил в нее полковником. 15 августа он получил боевое крещение близ Марны. Уже через три месяца он стал генерал-лейтенантом, а тщательное планирование, особая роль артиллерии, использование военных инноваций и жесткая дисциплина стали его визитными карточками. В феврале 1916 года именно Петену поручили держать линию Вердена. Первым делом он наладил логистику и организовал священную дорогу снабжения. По ней перемещались до 90 тысяч человек и 50 тысяч тонн припасов еженедельно. Когда Петен узнал о колоссальных потерях, то ввел систему, по которой батальоны, потерявшие треть личного состава, подлежали замене. Вот почему под Верденом сражалась около 70% французской армии. В конечном итоге войска Петена одержали победу в битве и отбросили немцев, за что его прозвали Львом Вердена. В мае 1917 года Петен был назначен главнокомандующим армией. Его главной задачей стало наведение порядка в войсках, так как права у его предшественников, Жозефа Жофра и Рабера Нивеля, привели к массовому дезертирству. На фронте он не предпринимал серьезного наступления, дожидаясь подхода американцев. Петен был специалистом по обороне, поэтому ни для кого не стало откровением, что после провала немецкого весеннего наступления, новым главнокомандующим стал Фердинанд Фош, сторонник наступательных операций, а Петена назначили его советником. После окончания войны, 21 ноября 1918, Петену было произвоено звание маршала Франции. Он не ушел на пенсию. В годы Рибской войны Петен был французским наблюдателем. Он находился на аналогичной должности и во время Испанской гражданской войны. В 1939 началась Вторая мировая, в которой к маю 1940 Франция оказалась на грани катастрофы. 16 июня премьер-министр Поль Рейно ушел в отставку и страну возглавил Петен. Петен отлично помнил ужасы войны, проигранные в его юности, и дабы избежать их повторения, он пошел на заключение мира с Германией. 10 июля Национальное собрание провозгласило Петена главой вишистской Франции и наделило его неограниченными полномочиями. 84-летний Петен стал самым пожилым действующим правителем на планете. Чтобы избежать лишних жертв, он призвал нацию к коллаборационизму, то есть сотрудничеству с немцами. В это же время Петен затеял ретреформ и рассчитывал заручиться американской поддержкой, но этому не суждено было сбыться. В ноябре 1942 года Германия и Италия оккупировали виши. Последним приказом Петена стало затопление французского флота в Тулоне. Формально он оставался главой виши еще два года, но уже не имел никакой власти. Затем немцы насильно эвакуировали его в Германию, где в 1945 его пленили союзники и отдали под суд, как главу французских коллаборационистов. Петен доказывал свою лояльность союзникам и французскому сопротивлению, однако суд остался непреклонен и приговорил его к расстрелу за государственную измену. Тогда глава временного правительства Шарль де Гуль, служивший под началом Петена в Первой мировой, помиловал его и заменил расстрел пожизненной ссылкой на остров Е. Там Петена скончался 23 июля 1951-го. В 1998 году он был реабилитирован Европейским судом по правам человека. Однако Петена и по сей день вспоминают в первую очередь не как героя за военные подвиги в Первой мировой, а как предателя за унизительный мир и сотрудничество с немцами во Второй. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Патреон. Всем победиши! Кстати, Петен был полностью аполитичен и не одобрял использование своего образа для предвыборной агитации до войны.